МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброе время и суток! Я Владимир Столяров. Буду вести сегодня это занятие. Всего вам доброго! Желаю любви, счастья, мира и гармонии. Доброго времени суток, дорогие милые люди! Очень рада вам представить Владимира Столярова, самого молодого нашего участника. Ему 9 лет, 9 годиков. С нулем, да? Да, с нулем. И сейчас, конечно, мы чуть-чуть откроем завесу нашей встречи с Владимиром. Достаточно многого прошел он практик. И сейчас мы представим ему слово. Расскажи, Володя, о себе. И, так скажем, как ты познакомился с нами. Да, хорошо. Я родился в июле 1933 года. Значит, где-то примерно с середины прошлого года, а то и раньше, я 40 лет занимался разными практиками. Йоговскими практиками, практиками тибетских лам. Где-то в 2010 году примерно. Я очень любил коллекционировать книги и посещал Олимпийский. И там увидел Светлану Владимировну. Два года ходил около нее. Здоровался. Здоровался, но меня не подпускали к ней. Пока где-то через два года примерно я, наверное, не созрел, потому что я уже понимал, что йога меня не устраивает. А что дальше будет, я не осознавал. Вот меня тянуло, потянуло сюда. Действительно потянуло. И меня подвели к Светлане Владимировне. Через два года, и когда я сел, в общем, мы начали заниматься с ней. Прямо моментально. Первое занятие, когда я пришел, она дала мне диск. Посадила меня, я с детством работал. Потом я начал в группе, которую она вела. Я книжки не посещал ни одного занятия. Вот, будем говорить, где за 10 лет я не пропустил ни одного занятия. Да, 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 это есть тогда. Я приходил. Хотя я ездил из Подольска. Я в Подольске живу. И, в общем-то, я чувствую, что первые пять лет примерно я в основном только присутствовал, слушал и работал на занятиях и после занятия, можно сказать, сразу. А дальше я просто, как говорится, я наблюдал. Где-то примерно года три-четыре назад начал понимать, что этого недостаточно. Я начал заниматься каждый день. И примерно год назад я начал заниматься в пенсии. Каждый день и ночь непрерывно. Поддерживая себе вот эту устремленность. И получается так, что примерно где-то я когда начал понимать, что я чувствую себя не 90-летним мужчиной, а где-то на уровне 76-летнего возраста. И я чувствую и по виду, и по всему этому. И я не болею практически ничем. Не посещаешь врачей, да? Не посещаю врачей, не меряю давления. Значит, смотрите, Владимир Иванович, все-таки у нас программа «Час-Х». Да. И, конечно, то, что зрители сейчас вас увидели, для них это, знаете, открытие, потому что 90-летие, понимаете, да? Да, да, да. Но Владимир Иванович не только здоровый человек, он еще очень много делает разных гимнастик, в частности и «Расту-расту», и другие. Да, да, я «Расту-расту» делаю. Он просто внутри сказал, что он здоров. Да, да, я сказал здоровый, я действительно здоров. Да, да, да. Ну, я думаю, Владимир Иванович, вы же, Володя, не жалеете о том, что остановили все-таки выбор на этом высоком развитии? Хотя мне подшептывали некоторые товарищи, а зачем тебе ходить? Лучше не делай ничего, живи так себе. Да, да. Я сказал, нет, я принял решение развиваться в направлении божественной, святой любви, всегда, везде и во всем. И я принимаю это дело, несмотря на всякие трудности, которые появляются во мне. В общем-то, получается довольно интересная картина. Если 5-6 лет назад, я жил в долгах. А сейчас практически у меня долгов нет уже. Я, в общем-то, получаю то, что получаю, мне достаточно. Ну, это у вас долги вырабатывались от того, что вы не умели распределять… Не только. А чего? Я любил коллекционировать. А, коллекционировать. Я покупал все, что нужно было покупать. Самое главное, что я их не применял, а просто складывал. И все, и все. А вот смотрите, как пригодилось. Потому что коллекция Владимира Ивановича Столярова находится у нас в центре. Наверное, какая-то часть ее коллекции. Часть, да. Это минералы, камни, разные там изделия, созданные из камней. Интересная коллекция. Так что, кто будет у нас в центре, обязательно посмотрите. Очень интересно, да. Владимир Иванович, а вот я хочу вопрос такой вот сейчас задать, да. Мы так меняемся с тобой ролями ведущего или там как-то сейчас. Неважно. Скажите, насколько ваше сознание, да, Владимир Иванович, кстати, у нас просчитывают участников сеансов, поскольку умеет это хорошо делать. подстраховываться маятникам. А вообще, конечно, самый лучший маятник для людей это вот здесь вот. Да, сердце. Конечно, это сердце. Ну, хорошо. Скажите, вот насколько вы считаете, что ваше развитие принесло вам огромную эволюционную, скажем, такую подготовку, вот так вот, я бы сказала, реального просветления? Самое интересное, что я понял, что то, чем я занимался раньше, это была подготовка, подъем меня на тот уровень, который позволил мне заниматься у Светланы Владимировны. И вот за 10 лет я прошел большой путь. Самое интересное, я не применяю те самые знания, которые были другими, я применяю знания, которые появляются у меня. Из меня выходят, потому что они внутри меня. Это мой опыт. А, это неважно. Мой опыт, который я получил, я его применяю. А опыт прошлых жизней, которые у меня были, наверное, не сотни тысяч, а миллионы, то это позволяет мне заниматься сейчас повышением своего уровня, развиваясь на направлении божественности этой любви, на сверхбожественном, божественном, развиваясь на духовном и материальном уровне. Хотя я раньше занимался, в основном, на материальном уровне, немножко на духовном. А сейчас, в общем-то, я занимаюсь уже в этом уровне. Но уже охват больше. Охват больше, конечно. Да, Владимир Иванович, ну вот я жду все-таки вопроса, что касается, наверное, все-таки наша программа «Час Х» настал, да, она серьезная программа. И все-таки жду от вас вопроса такого, чтобы было интересно нашим зрителям. В общем-то, очень интересный вопрос заключается в том, что ждет нашу Россию, в которой мы живем и развиваемся. Потому что вот вся жизнь, которая у меня прошла в этой жизни, начиная с 1941 года войны, эвакуации, после этого были еще вообще негативные вопросы, которые требовали решения. И сейчас, я только я понял, Россия становится как бы зеркалом окружающего мира, который дает любови себе до окружающего мира. А все, что дает ей другие, а так позвать, зеркальное отражение того, что они, из чего они находятся, и Россия, и Украина, и все остальные, они просто получают то, что… кто они такие. Хотя этого они и не понимают. И поэтому получается так, что на Россию в прошлом со стокой негативной информации, и не только информации, а причина-то не в ней, а в них, которые, в общем-то, живут развиванием. Отражение не нравится. Отражение не нравится. Кому не нравится свое отражение. Конечно, не нравится, не нравится свое отражение, потому что они находятся на том уровне развития. Они не хорошие, не плохие, они такие, какие есть. Да, очень правильно. Замечание, да. И вот как раз здесь интересно, да, Владимир Иванович переходил разные стадии своего развития, да, выходя с материального, духовного и на более высокой, и даже чуть-чуть побывал и сверхвысокым. Да, да. И поэтому у него есть представление, вот это вот именно обстановки, именно внутреннее представление, именно обстановки в мире в целом. Да, да, да. То есть он не смотрит телевизор про войну, он не… И если я смотрю, что я принимаю это дело спокойно, без всякой эмоций, известий или высказываний каких-то… Для того, чтобы не вырабатывать энергии борьбы. Не вырабатывать себя энергии борьбы. Стараясь освободить себя от энергии борьбы, от энергии войны, от энергии темных систем, увеличив всю энергию мира. То есть я стараюсь быть человеком мира. Вот. Но насколько вам удается именно сохранять этот мир? Ну, будем считать так, что я так примерно прикинулся, что это близко к 100%, но не 100% еще. У меня есть еще над чем работать из всех несовершенств, которые у меня остались. Я работаю с ними. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»